Коллеги, всем доброго дня. 11 утра, московское время. Напишите, пожалуйста, если меня видно и слышно. Поставьте плюсик в чат, буду вам признателен. Спасибо, рад видеть знакомые имена и лица в чате. Отдельный привет тем, кто смотрит записи на YouTube. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Мы все читаем, на все отвечаем. Наш традиционный ежемесячный вебинар 3CX сегодня, в этом месяце, решили провести по новой теме руководство 3CX по работе с клиентами. Ну, конечно, какого-то полноценного тренинга по продажам я провести не могу и не хочу. Но, в первую очередь, здесь мне интересно будет рассмотреть те документы, которые сама компания 3CX подготовила и предлагает партнерам использовать в качестве руководства по продажам и по работе с клиентами. Про саму платформу подробно рассказывать не буду. Это тема другого вебинара. Тоже много раз обзорные презентации проводили. Можно посмотреть в других видеозаписях, но всех, кто присутствует непосредственно на вебинаре, ну, насколько я понимаю, вы так прекрасно знаете, что такое 3CX. В первую очередь, хочу напомнить о некоторых вещах, которые вроде бы очевидные, но часто бывает, что партнеры про них или не помнят, или забывают. Для некоторых это бывает открытием, поэтому считаю, что не будет лишним лишний раз рассказать и напомнить. Ну, во-первых, не забывайте, что у вас на партнерском портале в разделе загрузки есть очень много информации от 3CX. Ну, во-первых, это, собственно говоря, сами дистрибутивы приложения, которые можно скачать. Их можно легко и просто найти именно здесь, в разделе загрузки, в партнерском портале. И, во-вторых, раздел материалы для маркетинга и продаж, который доступен на семи различных языках, в том числе на русском. Перейдя по нему, можно получить и логотипы, цветовой стиль, весь брендинг 3CX, макеты каких-то рулапов, материалов, буклетов и так далее, скриншоты. Также некоторые сравнения, которые подготовила компания 3CX, например, с Ястар и с Майтл. Ну, Майтл, наверное, не так актуален к сравнению на российском рынке, но изучить сравнение с Ястар, ну и, собственно, мнение 3CX о том, как они видят это сравнение, может быть интересно. Общие презентации о компании 3CX, о платформе 3CX, полезные ссылки, ну и, собственно говоря, вот эти материалы по технике продаж 3CX. Там же на партнерском портале вы можете без проблем найти ссылки на вебинары, которые проводятся непосредственно вендором. Ну, конечно, не только мы, как дистрибутор, проводим вебинары на русском языке, но и непосредственно сам производитель. Так, коммерческие и технические вебинары можно послушать, в том числе на русском, если хотите, можно на английском, на французском, тоже на любом другом языке. Ну, вот, например, завтра, 7 сентября, состоится вебинар «Портал партнера 3CX», 14 сентября «Успешное партнерство с 3CX», которое проводит Елена Федосеева. А технические вебинары «Новый курс» также начинается в этом месяце с 12 сентября, 12, 13, 14 и 17, 18, 19. Шесть сессий по 120 минут, где можно пройти полное техническое обучение актуальной версии 3CX на русском языке от Олега Резника. Так что регистрируйтесь, записывайтесь, приглашайте коллег, кому это может быть интересно. Еще один интересный момент, который я тоже отметил, общаясь с партнерами, что информация о самой компании 3CX во многих случаях является уже нехилым аргументом для продаж и, собственно говоря, для развития своей техники продаж заказчиков. Потому что многие заказчики в России не знают, что такое 3CX, степень проникновения на рынок у нас на порядок меньше, чем в Западной Европе и Северной Америке. И поэтому, если просто рассказать клиенту, что это крупная международная компания, которая обслуживает более 600 тысяч организаций по всему миру, что ежедневно 3CX пользуется 12 миллионов пользователей, и что вообще это разработка, которая ведет свою жизнь с 2005 года, то для многих клиентов это становится интересным аргументом и каким-то таким мотивом для убеждения того, что действительно это решение можно доверять, и его можно рассмотреть серьезно. Ну, то есть такое позиционирование помогает показать клиенту, что 3CX это не какой-то условный аналог виртуальной АТСки или что-то непонятное, или какой-то аналог Астериска, что многие тоже путают у себя в голове, а действительно крупный международный игрок на рынке коммуникационных платформ, сравнимый с лидерами рынка, и что это правда. Поэтому такая статистика может помочь. Ну, также на многих вызывает положительные впечатления информация о том, что центральный офис компании 3CX расположен на Кипре, что это изначально европейское решение, потому что есть такой стереотип, что европейское значит хорошее, а не какой-нибудь там Китай, как многие говорят. Но, с другой стороны, понятное дело, что последние пару лет, наоборот, многие боятся западных решений, ну, по понятным всем причинам, поэтому еще раз повторюсь, что, ну, как почти каждый вебинар это рассказывает, что мы работаем с 3CX как с компанией из Объединенных Арабских Эмиратов, договор заключен с Объединенными Арабскими Эмиратами, ну, собственно, с компанией 3CX DMCC, резидентом УАЭ, у нас есть подтверждающие документы о том, что 3CX не уходит с российского рынка, так что, если как раз в этом отношении нужно привести контраргументы, то здесь это тоже все есть, это все можем показать, что тоже не является проблемой. Ну, так что тут, действительно, в зависимости от заказчика, может быть, можно между этим лавировать и, в первую очередь, показывать, рассказывать то, что для конкретного клиента может быть важнее. Ну, вот, собственно, начинается с этого слайда выжимка из документов 3CX по стратегии развития продаж. В более подробном исполнении это, естественно, можно почитать, собственно, там же на партнерском портале, там, где я показывал, ну, здесь постарался в нескольких слайдах изложить то, что мне показалось наиболее интересным. Ну, вот, статистика продаж, которую приводит компания 3CX, показывая те вещи, которые им кажутся важными. Ну, здесь, опять же, повторюсь, это не какое-то мое личное мнение, это я именно использовал материалы вендора, так что можем как-то подискутировать, поспорить, ну, мое мнение тоже не всегда может совпадать с тем, что изложено в этих документах. Если у вас будут какие-то соображения, то присоединяйтесь. Так вот, три основные цифры, которые выделяет вендор, 61% покупателей полагаются на рекомендации знакомых при принятии решения о покупке. В первую очередь, это говорит нам о том, что 3CX проще всего продавать через своих действующих клиентов и как бы раскручивать этот маховик, что они посоветуют его кому-то, тебе еще кому-то. Ну, и в этом отношении сложнее всего начать. Ну, с одной стороны, да, это, ну, наверное, достаточно очевидный совет, что это личная рекомендация. Помогают людям определиться с покупкой и желанием поставить ту или иную платформу. Но, с другой стороны, получается, что почти каждый второй клиент не полагается на рекомендации знакомых при принятии решения о покупке. Таким образом, заходить в холодную у каких-то клиентов тоже с вероятностью почти 50% можно успешно, рассказав и показав ему о классном продукте. 57% покупателей изучают предложения, прежде чем обратиться к конкретной компании. Ну, тут тоже можно развернуть цифру в две стороны. С одной стороны, мы понимаем, что каждый второй клиент будет бегать по рынку, организовать какие-то тендеры, искать у кого подешевле, клячьи скидки и так далее. Но, с другой стороны, также каждый второй этого делать не будет. И если у вас есть доверительные отношения с вашими клиентами, то, скорее всего, просто купят лицензию по официальной цене и не будет устраивать лишнюю бюрократию, что, наверное, тоже неплохо. 80% сделок требует минимум 5 встреч или других действий. Большинство продавцов останавливаются на двух. Ну, это, да, наверное, тоже такой очень общий совет и, в принципе, справедливый для любых продаж и любого рынка о том, что очень многие продавцы останавливаются слишком рано, после первой неудачи, после первого отказа. Ну, конечно, мы сами не любим, когда нам что-то активно продают, как-то очень назойливо пристают. Но, когда мы находимся как бы по другую сторону баррикад и хотим, чтобы все-таки наши усилия завершились успехом, мы заработали больше денег, то приходится, наверное, переступать через себя и тоже быть как раз этим надоедливым продавцом. Ну, и действительно, если уж не про личные встречи говорить, ну и при продажах софта, конечно, личные встречи не всегда могут вообще состояться, потому что понятно, что наши партнеры работают по всей стране и не привязаны к какой-то конкретной географии, но какие-то онлайн-контакты, действительно, их требуется обычно крайне много, звонков, писем, я думаю, что даже не пять, на самом деле, а больше, если посчитать все точки контактов с заказчиком. Проекты длятся у нас и по полгода, и по году, а иногда и больше, по полтора-два. Так что это все не короткая история, но и после, действительно, одного-двух предложений продукта и попытки связаться с клиентом останавливаться не надо. Для связи с клиентами 3CX выделяет три основных способа. Ну, тут, наверное, тоже, знаете, как-то Америку не открою. Вроде, с одной стороны, все понятно и лежит на поверхности, что клиентам можно позвонить, можно написать письмо, можно использовать социальные сети. Но для наших с вами реалий, да, непонятно, насколько это применимо. Видел статистику, что, в принципе, в России люди не настолько готовы реагировать на тексты, на именно e-mail, и вообще их читать, отвечать, и многими это воспринимается как спам, в гораздо большей степени, чем в той же Западной Европе. Социальные сети тоже весь поспорный момент, особенно советы вендоров использовать конкретные социальные сети Twitter и LinkedIn, которые заблокированы и даже запрещены в РФ. То есть, может быть, если перенести на наши реалии куда-то в сеть, например, vk.com или какие-то другие, это может привнести больше смысла, но тоже весьма спорно. Ну, про звонки тут особо добавить нечего, конечно, так или иначе, это самый работающий способ. Пусть многим не нравится, когда им название, да и мне не нравится, что-то как бы греха таить, я думаю, многие об этом признаются, что не любят говорить по телефону, и не любят, когда им звонят с какой-то рекламой или самому нужно что-то предлагать. Но пока оно работает, пока мы живем в этом мире, мы никуда от этого не денемся. Следующий месседж, который нам дает 3CX, о том, что успешные продажи требуют тщательного планирования. И для проведения успешной продажи предлагают с каждым клиентом реализовать, ну, по сути, восьмишаговую, восьмиступенчатую его проработку, где непосредственно общение с клиентом начинается на последних этапах, а большая часть это именно подготовка. Начиная с определения клиента, создания базы, изучения своих клиентов, написания предварительных e-mail, подготовки скриптов, телефонных разговоров, а вот уже потом начинается, собственно говоря, общение. Ну, тоже достаточно спорные моменты, и какие-то вещи, мы тут не найдем универсальных ответов ни в материалах вендора, ну, ни от меня тем более, но давайте попробуем по каждому из пунктов пройтись, посмотреть поподробнее. В целом идея о том, что определить своих клиентов до начала работы можно и нужно, это выглядит крайне здравым, ну, и действительно, почему бы и нет? По крайней мере, понимать, с кем мы хотим работать, кто является нашим целевым клиентом. Конечно, с одной стороны, телефонная связь, АТС-ка нужна, ну, если не каждой, то 90% организаций, которые так или иначе работают и что-то делают. Люди, которые находятся в одном помещении, объединены одной задачей, и им нужна связь между собой и с внешним миром. Так что, как клиентов 3CX, можно рассматривать, ну, практически каждое юрлицо в стране. С одной стороны. Но с другой, нам ничто не мешает выделить клиентов, которые нам более интересны, с которыми нам хочется работать, с которыми у нас получается лучше работать, может быть, с которыми у нас есть опыт. У нас есть партнеры, которые, как в примере от вендора, например, умеют реализовывать хорошо интеграции с отельными системами, с ПМС. И гостиницы для них очень приятный, интересный клиент, с которым они умеют работать. В свое время 3CX лет, наверное, 5 назад активно продвигался на рынке для медицинских центров. Были у нас партнеры, которые специализировались на том, чтобы предлагать решения для медицинских центров. На волне пандемии было популярным предложение 3CX как решение для школ, удаленного обучения, университетов, и вообще в целом для сферы образования. Ну, понятно, что телефон звонит одинаково, что в больнице, что в школе, что в гостинице, но какие-то особенности, какая-то специфика здесь все равно может быть. Ну, и опять же, по размеру клиента можно определить свои желания, понять, с кем мы хотим работать, ну, и как-то выработать свою стратегию в этом плане, хотя бы для внутреннего понимания. Понятно, можно выделить 10 крупнейших компаний в России и мечтать, что удастся им что-нибудь продать. Можно выделить какую-то более реальную для себя целевую аудиторию. Создание базы клиентов. Ну, с одной стороны тоже представление вендора все как будто бы просто, но с другой стороны тоже, да, а как это сделать, мне всегда понятно. Что вроде, просто сделайте это, просто вам нужно найти своих клиентов, что в этом сложно. Ну, действительно, опять же так, немножко двояко. В первую очередь вендор предлагает использовать ручной поиск, то есть, по сути, вот это самое классическое, можно говорить, самое тупое, как бы набивание базы, поиск в интернете, по телефонным справочникам, каталогам компаний, выбор компаний, которые вам нужны. Здесь, да, также часто зависит от того, какой тип переговоров предпочитает для себя клиент, партнер, в том плане, что хочет ли он общаться с заказчиками только офлайн, и, соответственно, физически приходить на встречи, либо неважно вообще, в какой географии работать, и часовые пояса тоже не помеха. У нас есть партнеры, которые готовы и рано с утра работать, и поздно вечером, если клиенту так удобнее, потому что он находится в другом часовом поясе. Для тех, кто считает, что лучше, и кому больше нравится работать непосредственно физически с клиентами в своем регионе, ну, возможно, здесь как-то проще. То есть можно, особенно если это не самый крупный город, посмотреть какой-то там топ самых известных компаний, какие-то из них уже могут быть клиентами вашими по другому направлению бизнеса, ну, и, соответственно, оттолкнуться от этого по географическому признаку. Можно по каким-то другим основаниям. Коллеги не из телекома, ну, так скажем, мои знакомые из IT проводили подбор базы по такому принципу, просто хочу поделиться с примером, может быть, кому-то, кого-то заинтересует. Заказывали в аутсорсинговом колл-центре обзвон буквально всех компаний по справочнику с оборотом, если я правильно помню, больше двух миллиардов рублей в год. При этом это были не рекламные звонки, а именно сбор базы, потому что скрипт был такой, что звонили, представляли, что мы проводим социологическое исследование по заказу компании такой-то по удовлетворенности технических директоров компаний российских информационно-коммуникационными технологиями вообще в стране и конкретно в их компании. Просили соединить либо с техдиректором, либо со старшимся админом, либо с кем-то, кто может квалифицированно ответить на эти вопросы, и задавали действительно весьма общие вопросы для сбора статистики. Что вы вообще думаете о развитии ИКТ? Что у вас реализовано? Что нет? Насколько вы удовлетворены? Что бы хотелось? Какая отрезка у вас стоит? Потом уже более конкретные вещи начинались. Какими системами видеоконференции вы пользуетесь? И так далее. Ну и просто, соответственно, собирали базу. У них получалось, что примерно каждый десятый, каждая десятая компания так или иначе соглашалась дать какие-то данные, то есть без проблем переводили на сотрудника, который мог пообщаться. Ну и представить, если общий массив, там, тысячи компаний, то даже 10% от них, то уже большой список. Ну и дальше они уже обзванивали тех, кто высказался о том, что у них все плохо, что они всем не удовлетворены. Ну и особенно цеплялись к каким-то конкретным вещам. Ну, в нашем случае, что АТС плохо работает, и вообще телефония плохая. Вот такой пример, как это может работать. Почему бы и нет? Сарафанное радиомероприятие. Это тоже хорошо, но да, здесь часто возникает вопрос, что по чужим мероприятиям, по каким-то сторонним выставкам, ну, не находишься, потому что на это надо тратить много времени. Ну, опять же, был пример партнера у нас, который каждую неделю у себя в городе, в экспо-центре просто ходил на выставки, которые там проходили. Ему интересны были не посетители выставок, а юридические лица компаний, которые на этих выставках выставляются. То есть просто там ходил, ну, это не крупные региональные мероприятия, поэтому там, условно говоря, было 20-30 стендов, не больше. Он раз в неделю их обходил, оставлял свою рекламу, здоровался, знакомился, оставлял визитку, а и какая-то конверсия потом тоже была. То есть, в принципе, его не интересовала вообще выставка чего это. Ну, если это не выставка кошек, понятное дело, все-таки какие-то там более бизнесовые мероприятия. Если участвовать самому, ну, понятно, что здесь нужны какие-то бюджеты, что ничего бесплатного совсем не бывает, это все не так просто. Мы с партнерами, с различными часто обсуждаем какие-то варианты участия в мероприятиях. Тоже, как рассказывал в прошлом вебинаре, мы, компания «Эпиматика», готовы поддерживать партнеров и компенсировать частичное участие в мероприятиях в том числе. Но у нас это работает не прямой оплатой костов, а через скидки дополнительные на ваши следующие заказы. На этом моменте очень многие переговоры обрываются, потому что партнеры часто говорят, а мы ничего как бы не продадим после этой выставки, то есть как бы, а лучше, что мы денег не получим, тогда, ребят, к вам вопрос, а зачем вы в ней участвуете, если заранее понимаете, что ничего не продадите. То есть вот тоже такая позиция, что просто хотим поучаствовать, чтобы поучаствовать, пожалуйста, оплатите нам там 6 метров стенда, условно говоря, но это не работает. Если мы что-то делаем, то нужно понимать, зачем и почему, и какая цель, и сколько мы хотим оттуда заработать. Ну, также в каких-то мероприятиях, естественно, мы готовы участвовать вместе с вами, и сами проводить, и ваших участвовать, пожалуйста, обращайтесь. Особенно мы любим какие-то форматы академий, учебных центров. Ну, вот, например, на юге России недавно проводили несколько обучений. Если вы готовы собрать там ваших заказчиков, партнеров, клиентов, коллег, что-то совместно сделать, рассказать им про какие-то современные решения, то, пожалуйста, зовите, мы с удовольствием приедем, поучаствуем, проведем и коммерческие мероприятия, и техническое обучение. Ну, и свои технические обучения также проводим, раз в квартал мы, как минимум, это делаем. Ну, вот, пока предварительно на четвертый квартал 23-го года решили провести техническое обучение в Иванове. Так что, если есть партнеры оттуда, то обращайтесь, договоримся, выберем наиболее удобную дату. Ну, и входящий маркетинг, то, что 3CX выделяет в отдельную группу, оно, конечно, работает, но это тоже, да, не самая простая задача. Я точно знаю, что те партнеры, которые давно ведут сайт, посвященный 3CX, и создают базу данных, базу каких-то кейсов интересных решений, просто обзоров, функций, обновлений и так далее, у них очень большой входящий трафик, просто потому что люди что-то ищут в интернете, у них качественные статьи, рассказывающие, как работает с 3CX, которые могут им помочь что-то рассказать, помочь что-то настроить. Так что это действительно работает, ну и в плане SEO, конечно, тоже большое продвижение, так что качественный сайт с рассказом про 3CX, естественно, свои пользы не отменяет. Ну, при покупке чего-то нового весь мир ищет в Google, говорит нам 3CX, мы знаем, что половина России минимум ищет в Яндексе, но смысла, как бы, этой сентенции это не меняет для нас, ну и 82% людей в мире имеют аккаунты в социальных сетях. Цифра похожая в целом на правду, я думаю, но это уже так как бы обсудили выше, что, наверное, все-таки, да, продажа 3CX через Twitter не совсем наш случай, но так или иначе пробовать работать через социальные сети можно и нужно. Шаг третий, кто ищет, тот найдет. Ну, тоже, наверное, достаточно банальные, с какой стороны, вещи, которые нам рассказывают 3CX, но о них тоже надо подумать, это, конечно, будет не лишним. Провести перед переговорами с клиентом какой-то беглый анализ, а вообще кто, что, чем занимается компания, с какими конкретно людьми придется общаться, какие у них есть конкуренты, или какие у нас есть конкуренты при работе с этими заказчиками. Это все важно. Можно сделать какие-то кастомизированные презентации, предложить для конкретного отрасли или для конкретного клиента, сказать, что вот мы в вашей сфере работали или не работали с этими-то. На самом деле это отнимает совсем немного времени, поменять пару слайдов, добавить какой-нибудь логотип, ну и сделать людям приятно, красиво запомниться, показать, что вот мы такие классные, как будто бы это все сделали специально для вас. Интересный совет про то, то, что заранее узнавать, как зовут людей и проверять произношение их имен, ну, наверное, это действительно актуально при каких-то транснациональных продажах, условно говоря, в условиях Евросоюза, когда люди говорят на разных языках, ну, с сервисом pronounsnames.com мы, наверное, точно пользоваться не будем, но бывают случаи, когда действительно заранее понять, как человека зовут и как читается его фамилия, тоже было бы не лишним. Шаг четвертый, четвертый совет от 3CX, познакомиться по e-mail, ну, мне правда кажется, что это не будет как-то грандиозно работать, особенно у нас, с менталитетом, может быть, наших людей в каком-то смысле, но почему бы нет, хуже это точно не сделает, в общем, 3CX нам советует перед тем, как позвонить, написать e-mail за день или за два, ну, и, соответственно, начать звонок уже можно с того, что как будто бы мы знакомы, здрасте, я вот вам писал, как ваши дела, и как-то через это попытается выйти на доверительные отношения с клиентом. Ну, почему бы и нет, в принципе, так или иначе, это на больших числах может сработать. Ну, и пятый шаг – подготовить скрипт. Здесь я даже не стал на этот слайд копировать информацию, которую 3CX приводит на своих слайдах, ну, потому что, если вам интересно почитать их технику продаж, то можно, собственно, сделать материал в 3CX. На самом деле, разговор о том, как подготовить скрипт для телефонного разговора, для телефонных продаж, занимает, если не дни, то часы, и это целые отдельные тренинги, люди на это учатся неделями, бизнес-тренеры проводят свои мастер-классы, так что, ну, как-то, мне кажется, что в течение двух минут обсудить, как правильно подготовить скрипт в любом случае не получится, но нам это и не нужно. И основная мысль, что скрипт должен быть так или иначе. То есть, ну, многие думают, что да чего там, у меня все в голове, сейчас позвоню, там, типа, разберемся. Ну, на самом деле, нет. Это, как ни крути, работает, и какой-то подготовленный скрипт в любом случае лучше, чем никакой. 3CX предлагает делать это по схеме введения вопроса, введения планирования. Почему бы и нет? Ну, действительно, главное, чтобы какое-то планирование, взгляд, будущее, будущее было. Ну, и вот, когда когда скрипт подготовлен, контакты найдены, клиент определен, мы проявили всю подготовительную работу, то, собственно, можно начать с этим клиентом общаться. 3CX предлагает строить общение через интерес к задачам клиента. Ну, то есть, не сразу начинать продавать, а как бы пытаться с ним подружиться, узнать, какие у них проблемы. Но я тут, опять же, не эксперт по продажам, не могу сказать, насколько это работает или не работает, но такое вот мнение вендора. Опять же, подробнее можно почитать в презентации 3CX. Ну, в целом, советы, которые они дают, кажутся весьма правильными, поспорить с ними сложно. Задавать развернутые вопросы, практиковать активное слушание, не переживать и не расстраиваться, если совершены какие-то ошибки, идти вперед. И, разумеется, у нас всегда должна быть стратегия. С самого начала у нас была какая-то тактика, и мы ее придерживались. Но с этим тоже поспорить сложно, что без стратегии, без тактики работать сложно. Важный шаг, и это правда, и это круто в плане продаж 3CX, что можно всегда предложить демонстрацию, и нужно это сделать. Потому что продукт интересный, о нем бессмысленно столько рассказывать, когда можно показать. При этом у нас есть все инструменты для этого. Сводимый сервер, в который можно удаленно подключиться, NFR лицензии, которые можно на пару дней, условно говоря, дать погонять клиенту. Возможность делать тестовые ключи на 60 дней, любой редакции любого размера, чтобы дать заказчику попробовать. Ну, конечно, в первом приближении лучше показывать самому и делать акцент на какие-то интересные моменты, которые в 3CX классно реализованы и работают. Видел пример того, когда на людей прям производило впечатление функция обмена статусами между удаленными офисами. То есть, например, другие АТСки не могут показать, доступен или недоступен, в разговоре ли человек, который сейчас находится, не знаю, в офисе, в Екатеринбурге. 3CX может. Это прям какой-то вау-эффект производилось, типа, ой, клево, у меня есть лампочки, они никогда не горели, а вот загорелись. То же, на что обращает внимание вендор, это приложение для смартфонов, всевозможные UC-функции. Ну, UC-функции, вот, в широком смысле, нужно ли там сразу показывать, условно говоря, интеграцию, не знаю, с Фейсбуком, клик-то-толк для сайта и прочее, ну, это спорно, не всем это нужно, но приложение для смартфонов, действительно, в 3CX клевое, прекрасно работает, не высаживает батарейку, по сравнению с другим известным производителем, не буду слух произносить, с которым тоже сейчас приходится иметь дело, мне кажется, вот что-что, приложение прямо у 3CX сделано очень классно, действительно, это такая точка, на которую можно захватывать внимание клиентов и продавать через это. Ну, опять же, установка статуса в приложении тоже крайне удобная, там, я на обеде, для работы, в зависимости от этого разная маршрутизация, ну, в целом, да, про это уже упоминал. Не нужно показывать сразу все возможности 3CX, это очень долго, ну, не поспоришь, сразу все показать не получится и не нужно. Прислушиваться клиенту, то, что может быть банальным для нас, для него может быть совершенно непонятным, но это правда. Многие клиенты слушают, а потом оказывается, что не понимают, что такое вообще IP-телефония, зачем она, почему нельзя телефону звонить, по мобильному или еще как-то, что вообще, что вы мне рассказываете. Так что это правда, нужно клиентов слушать и понимать вообще, с какого этапа нужно рассказывать и вводить в мир 3CX и IP-телефонии. Где взять презентацию для работы? Ну, опять же, на той же странице Partner Marketing Kit на сайте вендора. Можно посмотреть, изучить эти материалы и там же, собственно, взять презентации, которые они предлагают использовать как презентации для работы с клиентами. Ну, непосредственно про саму платформу рассказать. Мы от себя, от дистрибутора, готовим презентации для заказчиков о возможностях 3CX регулярно обновляем. можете написать мне, попросить прислать актуальную версию. Можно вот скачать по ссылке на экране, если так удобнее. Напишите в комментариях, если вы смотрите в записи. Поделиться этим файлом вообще не проблема. Ну и если вы придерживаетесь политики, что продавать лучше с помощью каких-то физических контактов с клиентом и оставлением у него каких-то вещей от себя. То есть вот многие любят, и бизнес-тренеры так часто рассказывают, что это как один из вариантов укрепления отношений с клиентами, повышения шансов на продажу. Это оставить от себя какую-то там хотя бы бумажку, прикрепить к ней визитку, что-то написать, чтобы было видно какое-то личное присутствие, какая-то крафтовость, пусть даже рекламного буклета. Если вам это нужно, ну, во-первых, вы сами можете распечатать это лифлеты от 3СХ, это буквально один лист от 4 с двух сторон. Это, правда, недорого. Но или мы можем уже распечатанные материалы вам прислать, если мы с вами работаем с какими-то документами, не знаю, вложить в конверт, просто передать на мероприятие. То есть если вам нужна даже такая помощь, ну, обращайтесь без проблем, мы всегда чем можем. нашим партнерам помогаем. Ну, и немножко общих советов, которые я также в основном вынес из материалов от вендора под общим названием «Как заработать больше». Такое, ну, некое саммари, может быть, из разных презентаций, разных слайдов, но моменты, на которых захотелось сакцентировать внимание лишний раз. 3СХ – это не только одна продажа, это продажи каждый год, о чем нужно помнить и считать не только заработок на первой продаже лицензии, но и за все время отношения с клиентом потом. Потому что обычно у клиентов все хорошо, и даже вопросов никаких не возникает, и, условно говоря, можно раз в год зарабатывать деньги, просто выставляя счет за три минуты работы бухгалтера, что всегда классно. Не забывайте, что 3СХ – это комплексное решение задач клиентов, не просто лицензия, что заработать можно не только в своей маржу на лицензии, но и на интеграциях, поддержке, обучении, оборудовании, гарнитурах, телефонах, смартфонах, в конце концов, и еще много на чем. Так что, если смотреть на эти продажи более шире, то и заработок, кажется, выше. Много всем говорили про сайт, про SEO, про социальные сети, но на самом деле, как минимум, разместить реферальную ссылку попробуйте бесплатно, лишним не будет, и какие-то клиенты так или иначе будут скачивать, пробовать и автоматически к вам привязываться, как новые лиды. Ссылка выглядит вот как на скриншоте, примерно такого вида, но только, естественно, Reseller ID там будет ваш, а не тестовый, как в этом случае. Поэтому такие клиенты автоматически станут вашими клиентами, если перейдут, скачают, правда, версию 3СХ по вашей ссылке. Про персональные презентации в целом поговорили, наверное, повторяться не буду. Очень любят заказчики истории успеха и реферальные контакты. Если у вас есть уже текущие заказчики, хорошие, которые могут поделиться опытом общения с вами, пусть даже не по 3СХ, большинство наших партнеров это широкопрофильные компании, естественно, которые в широком смысле занимаются IT, у вас наверняка могут быть там сотни клиентов и в другим направлением, хоть по антивирусам, хоть по... что можно по... к сероксу, условно говоря. Это всегда людям нравится и очень классные аргументы для работы с заказчиками. Ну и не забывайте, что партнеры от сервера и выше публикуются на сайте 3СХ и могут получать лиды от вендора. Про это лучше поговорить с Еленой Федосеевой из 3СХ, как и что. Но теоретически такая возможность есть. И всегда есть возможность, если хотите, если у вас будет такая решимость, такое желание, закупить лицензии себе на сток для повышения статуса. При этом получить большую скидку, преференции на будущее, ну и, собственно, все вот эти вот плюшки от статуса сильвера и выше на длительный период вперед. Инвестиции в это не такие большие, лицензии потом, естественно, можно продать в любой момент и активация срока идет только с момента активации лицензии, не с момента закупки, так что ничего не пропадает. Если хотите такие возможности обсудить и по каким ценам и как это можно сделать, какой дополнительный профит получить, обращайтесь, мы, естественно, всегда готовы пойти на встречу, если у вас есть какие-то желания развиваться и доказать это в том числе и покупкой лицензии, то, естественно, мы только готовы поддержать всячески и помочь. Ну, про партнерскую программу, какие конкретно баллы нужны для сильвера и выше и какие есть партнерские статусы, я не буду сейчас ударяться в подробности, потому что это другая презентация, вообще другой разговор, можете посмотреть запись, ну или звоните, пишите, все обсудим, можно и со мной, и с Еленой Федосеевой, и с компанией 3C, кстати, все без проблем обсудить. Так, на сегодня все, всем спасибо, кто участвовал в этом вебинаре, если есть какие-то вопросы, какие-то соображения, вы хотите поделиться своим опытом продаж, своими навыками, своими техниками, пожалуйста, сделайте это, можно в прямом эфире, можно в комментариях, в записи, все с удовольствием, почитаем. Субтитры создавал DimaTorzok